Шайтан стремится привести человека в одно из двух вещей. Либо сделать так, чтобы человек делал благие дела на показ и на услышание, и не делая это искренне ради Всевышнего Аллаха. Или же стремится, чтобы человек оставил дело полностью. Чтобы упустил награду за это дело. И шайтан может наущать, чтобы человек оставил какое-либо благое дело, как прилюдное садака, боясь попасть в показуху и рия. Это очень опасно из путей шайтана. Мусульманин обязан остерегаться этого. Ведь правдивый в своем намерении мусульманин не обращает внимания на наущения, которые внушает ему шайтан, чтобы тот оставил благое дело полностью, боясь впасть в рия. Правдивое сердце спокойно. И нет разницы для него между его поклонениями, будь то скрыто или прилюдно. И нет сомнения, что рия – это ширк, и нельзя его делать. Но также нельзя мусульманину и мусульманке бросать делать то, что приказал Аллах из поклонений. Таких, как призыв к Аллаху, порицание порицаемого, боясь показухи. Это ловушка шайтана, с которой он отворачивает людей от призыва к Аллаху, и от повеления одобряемого и порицания порицаемого. Мусульманин должен отталкивать от себя подобные ловушки и наущения, и не обращать внимания на подобные вещи. Ведь на нем лежит обязанность делать наставления своим братьям, когда он видит у них халатность в отношении уаджибов, или легкомысленное отношение к совершению грехов. И достаточно того, что Аллах знает, что у него в сердце есть искренность и желание добра своим братьям. Пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал, «Поистине все дела оцениваются только по намерениям, и поистине каждому человеку достанется лишь то, что он намеревался обрести. Тот, чья хиджра была к Аллаху и его посланнику, переселится к Аллаху и его посланнику. А тот, чья хиджра была ради обретения мирских благ, или ради женитьбы на женщине, переселится лишь к тому, к чему он переселялся». Продолжение следует...